Вечер добрый! Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня я бы хотела поговорить с вами о ценностях и потребностях человека. И я надеюсь, что вот на этот как бы урок, не урок, на эту беседу, такие соберутся люди, потому что я не вижу, что пока кто-то пришел, но я в любом случае начинаю. Если я вижу через несколько минут, что никто… А, все, есть кто-то, отлично. Все, значит, слышно и видно, можете подтвердить. Окей, я начинаю урок, беседу о ценностях и потребностях человека. Итак, хорошего месяца всем. Итак, давайте представим себе, все вместе, некого человека. Отлично, что слышно? Давайте представим себе некого человека. Он всю свою жизнь отдавал себя семье. Семье, детям, жене, потом внукам. Он был добрым, любящим отцом, дедушкой, был прекрасным мужем. И вот, когда он был еще не так, чтобы очень стар, с ним приключилась беда. Он впал в кому. Тогда все врачи собрали всю семью и сказали, мы не знаем, что дальше с ним будет. Мы не можем дать вам никакие гарантии того, что произойдет. Может быть, он вообще не выйдет из этого состояния, а может быть, перейдет в другой мир, вообще не приходя в себя. Понятно, что любящая жена и дети совершенно расстроились, плакали. И тем не менее, они разделили по очереди, кто будет приходить, сидеть вот с этим дедушкой, папой, мужем и так далее. И на протяжении тяжелых двух лет они постоянно дежурили у его кровати. И вот в один из дней раздается телефон домой, и врач говорит, соберите всех и приходите всей семьей в больницу. Конечно, со страхом и со слезами на глазах, понимая уже, о чем идет речь, они все поехали в больницу. И вот они заходят к нему в палату и видят, что он сидит на кровати. Вау, что тут вообще началось! Все начали его обнимать, петь, целовать, плакать от радости. Он же смотрит на них совершенно не понимая, берет звоночек, звонит медсестре, нажимает, вызывает медсестру. И когда она приходит, он ей говорит, уберите, пожалуйста, всех этих незнакомых мне сумасшедших. Представляете, какой шок, какой ужас! Он их забыл, он их не узнал. Бедные слезы, мой муж, мой папа, дедушка, как он не узнает. И вот день за днем они пытаются до него достучаться, но нет совершенно никакой, ни малейшего проблеска памяти. Он не видит, он не понимает, кто эти люди, что они от него хотят, зачем они ему досаждают. И тогда врач дает совет семье. Давайте попробуйте, найдите, может быть, некую песенку, которую его мама пела ему в детстве. Тогда, может быть, он начнет вот эти свои воспоминания с самого детства, с старых времен. И в его памяти нужен необходим какой-то толчок. Вот вся семья приносит запись песни, что он любил в детстве, нашли, каким-то образом узнали. Они ему включают, он сидит и слушает, и у него слезы начинают катиться из глаз. И он начинает потихонечку вспоминать. Так вот, то, что я вам сейчас рассказала, это мы с вами. Мы приходим в этот мир, забыв своего папу, забыв совершенно то, для чего мы тут. И у нас встает вопрос, и, может быть, не один вопрос. Кто мы такие? Что нам надо, чтобы у нас было, чтобы мы были счастливыми? Ведь ни один из нас не знает, что будет завтра. И особенно в той ситуации, которая сейчас в нашем мире творится. Мы совершенно не понимаем, за что нам держаться, за что хвататься. Нам необходимо совершенно знать, что всё статистично, что всё двигается по некой какой-то контролируемой кем-то дороге. Потому что у каждого из нас, у каждого из нас с вами есть свои потребности. Кстати, одна из потребностей – это потребность к правде. Поэтому мы видим, что в каждых странах каждый борется за свою правду. Но если перейти на более конкретные случаи, и в доме у каждого есть своя правда. И в семье, и везде у каждого есть своя правда. Но не только про правду я хочу сказать. У каждого человека есть много разных других потребностей, про которые он боится, что он не сможет их удовлетворить. Потому что нам надо с вами, каждому человеку надо, чтобы у нас дома была еда. Нам надо, а потом нам ещё надо. И вот это нам надо, и вот этого нам надо. И всё нам кажется совершенно нужным и необходимым. И вот эта угроза невозможности пополнения этого «надо» может полностью деморализовать человека. И тут мы должны… Хорошего месяца. И тут мы с вами должны попробовать понять, чем человек отличается от животного. То есть животному тоже всё время «надо, надо, надо». Он пытается как бы удовлетворить своё вот это «надо». И у человека кроме «надо», кроме «надо», кроме «необходимости» есть ещё ценности. Каждому из нас совершенно необходимо иметь ценности. При этом надо понимать, что потребности – это то, что должно работать на нас, удовлетворять нас. Потребности, они удовлетворяют наши запросы. Что же с ценностями? А наши ценности должны удовлетворять мы. Мы должны с вами на них работать. Каждый должен работать на свои ценности. Потому что потребности у нас меняются не один раз в жизни. И в зависимости от того, где мы живём, в какой ситуации мы находимся, в какой общине, с кем и так далее. Есть люди, у которых не меняются ценности, но таких немного. Обычно каким-то образом человек подстраивается под то общество, где он живёт. Ценности наши – это заповеди Тары и поведение, то, что мы называем «дерех эрец». И это наши постоянные ценности, которые не могут и не должны изменяться. Как же нам с вами жить? И чтобы понимать, как нам жить, то первый вопрос, который, наверное, интересует каждого из нас – кто же я? Кто я? Каждого человека интересует это про себя. Кто лично я? И сказано в Перке вот, что «всмотрись в три вещи, и ты не придёшь в руки преступления. Знай, откуда ты пришёл и куда ты идёшь, и перед кем тебе предстоит дать суд и отчёт, откуда ты пришёл. Из зловонной капли, и куда ты идёшь, идёшь вместо праха, да, червя и тлена, и перед кем нам тебе предстоит дать суд и отчёт? Перед царём царей, перед Всевышним». Вопросы, может быть, я бы сказала, даже страшные, да, можно сказать, неужели такие вопросы могут вдохновить человека делать что-то хорошее, да? Ведь если вся наша жизнь из вонючей капли, и уходим мы в прах, так нет надежды, пришли из ничего, уходим в ничего. Для чего вообще всё это? Для чего всё это происходит? В Туре написано «Годушим тью, будьте святыми». Да, как мы можем быть святыми, если мы пришли из ничего и уйдём опять же в ничего? А дальше ещё написано «Будьте святыми, потому что я святой». Какая же связь между этим, да? И в чём мы будем святыми? Я думаю, что вот даже самые простые вопросы. Что я сегодня одену? Что я сегодня буду делать? То есть вот это «я», то есть даже в этих простых вопросах всё время пробивается наше желание понять, кто же я, как я выгляжу в глазах других, да? Как я делаю это или делаю то? И зачастую наше место в этом мире мы определяем по мнению смотрящих на нас. Когда человек не знает или не помнит, да? Вот как в том рассказе, с которого я начала нашу беседу, да? Когда человек не помнит, кто он, когда он не знает, что такое своё «я», то начинают происходить неприятные для него самого и окружающих события. когда человека спрашивают, вот ходит кто-то «я», да? «Я», и человек вот хлопает тебя по груди «я», он показывает на себя «я», это «я». Да, а что такое это «я», он показывает на тело «я», да? Так это «он», то есть наше тело, которое пришло из капли, уйдёт в прах. Вот это «ты», человек, вот это «тело», это «ты», да? В Хасидуте говорится, что у человека есть тело, и в это самое тело Всевышний вдохнул искорку себя. Но очень часто люди даже не догадываются об этом. Рассказывается, что как-то охотник нашёл в лесу яйцо и принёс его домой. Сейчас я что-то здесь отключу. Принёс это яйцо домой и положил его к яйцам курицы, курицы, которые сидели на своих яйцах. Оттуда вылупились птенцы из этого яйца тоже. И вот все птицы, все птенцы ходят по двору, да? И в какой-то из моментов пролетел над двором орёл. Все птицы подняли голову, но только один орлёнок подумал. Вот были бы у меня крылья, я бы тоже мог так летать. А курицам, как вы понимаете, такое даже не приходило в голову. Хотя, можно сказать, да, там про лебедей есть похожая сказка, да, есть много разных, так сказать, примеров и машалей, как сказки и не сказки. Дело в том, что часто мы не знаем, кто мы такие. И когда мы не знаем, мы не можем летать, мы не можем делать то, что является нашим предназначением. В Израиле часто молодые люди после армии решают поехать в далёкие страны. Как это сейчас происходит в России, я не знаю, да? Я живу в Израиле, поэтому я могу сказать. И часто после армии они едут в Китай или в Индию. У них есть такая духовная тяга, жажда такая. Но они совершенно не могут понять, что с ними происходит. Они едут себя искать. И это вот этот самый божественный зов. То, что в нём заложена, вот эта искорка Всевышняя, Всевышняя, она тянет человека к Всевышнему, а он не понимает, куда. И часто вот едет, к сожалению, в места, которые наполнены вот всякой водой, зарой, тумой и так далее, и так далее. Потому что человек не в состоянии понять, кто я и что есть во мне. Есть ещё такой вопрос. Зачем? Очень хочется понять, говорят мне люди, зачем Всевышний выдал нам эту животную душу, да, то есть тело. Ведь корень этой души идёт от эго, от того, что мне надо. Если так прекрасно, есть как бы вот искорка Всевышняя, есть божественная душа. Почему бы ему было бы так вот не сделать, чтобы эта божественная душа жила себе спокойненько и прекрасненько, да. А у нас есть вот это тело, это животная душа. И с ней она часто, она, мы, да, мы завидуем другим, мы желаем того, что есть у другого, да, или желаем просто чего-то большего, или желаем чего-то красивого. Иногда в разговоре, в общении, мы вообще не видим других людей. Мы, разговаривая с человеком, видим только себя и свои интересы. Иногда мы делаем какие-то некрасивые вещи, некрасивые поступки, а потом с удивлением смотрим и не понимаем, как это. Я мог или могла это сделать. А иногда мы смотрим на другого человека и говорим, смотри, был хороший человек, и вот что-то с ним такое случилось, что он стал таким. А иногда мы можем видеть в себе свои поступки и удивляться им. Так почему же Всевышний не сделал нас такими, какими прям вот супер абсолютными, только с божественной душой? Зачем вот нам такой непривятный довесок, который нас тянет на нехорошие поступки? Понятно, что на все вопросы ответить за один урок будет невозможно, но давайте попробуем чуть-чуть коснуться того, что Всевышний сказал нам в Торе, что наша святость идет от него, мы его частичка. То есть мы должны знать и понимать, что эта часть, которую он нам дал, у нас никто не может отнять. То есть ни один наш поступок, что бы мы ни сделали, принимали ислам или какие-то другие религии, занимались водой, зарой, какие бы мы плохие вещи ни делали, я не говорю и про другие поступки, которые тоже ничего не может изменить в той действительности, что мы евреи. То есть часть искорка Всевышнего никоим образом невозможно ее вынуть из нас. То есть Всевышний остается с нами, хотим мы этого или не хотим. Часто мы хотим убежать от этого и сказать, мне вообще это не надо, слушайте, эти досы, эти все вообще, что говорить, это просто вообще не имеет ко мне никакого отношения. Но Всевышний все равно остается с нами, он остается в нас. Хотим мы этого или не хотим, он все равно в нас. При этом это не вся святость, о которой говорится в туре. Когда Всевышний повелевает нам, будьте святы, речь идет о том, что каждый из нас должен взять то, что заложено в его животной душе. И плохие качества или качества, которые нас тянут, может быть, в неправильные места, взять и перевернуть именно эти качества в хорошие. Мы не можем их уничтожить, мы можем просто взять и перевернуть. Они заложены в нас, созданы. Поэтому единственное, что можем взять их и перевернуть в хорошем. И именно это и является нашей работой в этом мире. И именно для этого нам дано наше тело. Кроме этого, есть еще один очень интересный факт. Это то, что Всевышний говорит опять же в той же главе, что мы его свидетели. В чем мы свидетели Всевышнего? В чем мы свидетели? Как мы можем свидетельствовать? Как можем свидетельствовать, что он свят? Кто он и кто вообще мы? То есть, вообще несравнимые просто величины. И о чем мы можем свидетельствовать? Так вот, интересно, что Любович Искеребе объясняет, что есть два типа свидетелей. Одни подтверждают то, что они видели, а другие свидетели являются участниками действия, без которых совершенно невозможно провести тот или иной ритуал или создать ту или иную действительность. И вот Всевышний создал нас именно такими свидетелями, без которых невозможно существование этого мира. И я постараюсь вам объяснить, что вот этот засвидетель, который как бы воссоздает нечто в этом мире. Чтобы было более понятно просто. Я хочу привести вам, в пример, рассказать хочу про одного рыбе, который прошел страшнейшие лагеря и вышел живым из них. И после этого он, слава богу, там переехал в Америку, делал много разных мероприятий, к нему приходило очень много людей, очень гостей много, собирал людей вместе и просил их громко сказать, «Скажите, шма, Исраэль!». Делает годом за год каждый раз, когда к нему кто-то приходит, первое, что он от него просит, скажи, пожалуйста, громко, шма, Исраэль. В конце концов его спросили, слушай, а почему как бы ты вот всех просишь говорить шма, Исраэль? Понятно, что это хорошее дело, но почему именно там шма, Исраэль и посреди дня? Ну, наверное, там есть религиозные люди, которые молятся, у которых есть там определенное время. Просят всех, кого он встречает, шма, Исраэль. И тогда он рассказал такую вещь, что когда он был в лагере, то на его глазах маленький мальчик, маленький еврейский ребенок, которого ввели в газовую камеру, он шел и громко пел «Шма, Исраэль!». Он знал, что он идет умирать. Он шел умирать, и он пел «Шма, Исраэль!» громко во весь голос. И тогда в этот момент этот ребби, человек, который прошел, на нем делали много разных опытов, у которого даже борода не растет, но тогда он был еще очень молодым человеком, и тогда он поднял глаза кверху и громко сказал, что если я останусь жив, если я выйду из всего этого, то я пойду и буду увеличивать свет Всевышнего и этого маленького мальчика во всем этом мире. Он взял поступок вот этого ребенка, решив его принести и увеличить во всем мире, чтобы вот этот свет, вот этот огонек, он передавался и рос, и становилось его все больше и больше и больше. И поэтому этот раввин, когда он видел какого-то еврея, неважно соблюдающего, несоблюдающего, он просил его сказать громко «Шма, Исраэль!». Может быть, давайте подумаем с вами, какие пути у нас есть, чтобы отойти от эго, от того, что вот животное душа у нас требует, и каким образом мы с вами можем попробовать зажечь вот этот самый святой огонь, то, что нам Всевышний дал наказ, будьте святы, да? Как это сделать? Есть несколько путей. Есть один путь сказать себе «это нельзя, давайте просто не делать ничего плохого, вот я люблю там заниматься, я люблю есть раки». То, что нельзя есть еврея, это не кошерно. Я люблю есть раки. Я могу тебе приказать просто «не ешь больше этих раков». Или там «я люблю играть в карты», я могу приказать себе «не играй больше в карты». Или, неважно, есть много-много-много примеров, каждый сам может как бы привести себе, да? То есть я ставлю себе ограду, потому что вот я знаю, что это нельзя, я боюсь Всевышнего, я говорю «это нельзя», и я это оставляю, да? Это одна дорога. Но есть и другая дорога, да? Когда мы ищем то хорошее, что есть в нашей душе. И мы понимаем и подумаем примерно таким образом, да? То есть Всевышний нас привёл в этот мир. Он хочет, он дал нам некое предназначение. Он хочет, чтобы мы сделали что-то хорошее в этом мире, да? И у каждого из нас есть своё хорошее. У нас с вами есть, у каждого из нас есть большие дела и большие цели, для которых Всевышний нас приготовил. Если мы понимаем, что вот это наше предназначение, что мы тут для того, чтобы вершить, творить, делать, учиться, да? Приносить свет, посмотрим вот на то хорошее, что мы можем сделать, и на то, где мы находимся, спросим, а зачем нам это? Зачем? Когда у тебя есть хорошее, зачем идти и окунаться в плохое? И если мы поймём, что нам просто это не подходит, не подходит делать плохое, не потому что я хочу тебе сказать, нет, и всё, вот я поставила границу. Нет, мне это не подходит, когда ты считаешь, что тебе это не надо. Ты же не будешь это делать, это же нормально. Есть такой рассказ о том, что когда убили одного из царей Франции, какого-то Людовика, я не помню, да, то его сына не убили, а чтобы унизить, его бросили в хлев к свиньям, чтобы он вообще забыл, кто он такой и потерял свою сущность. Так вот, рассказывается, что он садился в хлеве, посреди хлева, и начинал управлять свиньями, отдавать им приказания, разговаривать с ним в повелительном тоне, для того, чтобы его душа не забыла, кто он и откуда. И, наверное, я хочу завершить на ещё одном примере нашу беседу сегодняшнюю, да, как-то один человек в местечке заболел, и ни один врач не мог ему помочь. Тогда всё местечко ему собрало деньги для того, чтобы он мог поехать в Москву, и он купил себе билет в первый класс. До этого он никогда не ездил в поезде, да, а в те времена поезд был и первый класс, и второй, и третий, и даже четвёртый. Ну и, соответственно, этому выглядело то, что находилось в вагонах. И вот он приходит на станцию, видит, что подходит поезд в Москву, и видит, что вокруг большая группа людей быстро-быстро идут к этому поезду. Поскольку он никогда не ездил, он не знает, как это и что это, он решил присоединиться к ним, и совершенно не понимая, как правильно себя вести. И он пошёл за ними, он пошёл так же, как они, и вот он видит, что они заходят в поезд, и один человек становится в начале вагона, второй становится в другой стороне, в другом конце вагона, а все остальные уселись на скамейки, и он, соответственно, сел с ними так же, как и они. Через какое-то небольшое время вдруг два человека начинают свистеть, свистеть, все вскакивают и быстро прячутся под скамейки. Соответственно, он делает то же самое, что они, он прячется вместе с ними, входят кондукторы, кондукторы прошли, никого не нашли, все вылезли. И такое действие происходит уже пару раз по дороге. Пока один из разов, когда эти свистнули, эти попрятались, один не смог хорошо спрятаться, одна его нога торчала из-под скамейки, и кондуктор спотыкнулся об эту ногу и, соответственно, обнаружил всех спрятавшихся. Он врал, всех вытащили из-под скамеек, пришла полиция. Всех по очереди начинают спрашивать, давай билетик, у тебя есть билетик. Естественно, ни у кого нет билетика, вызывается полиция, забирают всех в участок, и доходит очередь вот до нашего еврея. И его спрашивают, а билетик, уже понимаешь, что он весь грязный, под скамейки валялся, какой там билетик. А он вынимает свой билетик и даёт, а билетик-то первого класса. Вопрос, зачем он ехал вместе с бродягами и прятался под скамейку. Иногда толпа вовлекает нас в образ жизни, который совершенно не наш. И надо помнить каждому из нас, абсолютно каждому из нас, что у нас есть, у нас с вами и есть у каждого свой билетик в первый класс. И давайте помнить, что мы все с вами и соучастники, и партнёры самого, и самого, и самого первого класса, и на нас ответственность, которую мы в силах осуществить самым хорошим образом. До следующей встречи. Надеюсь, было не очень запутанно и непонятно. Если есть вопросы, то обязательно пишите их. Постараюсь ответить. Всего хорошего. Спасибо.